Друзья, всем привет! В этом видео сделаем обзор вот такого портативного прожектора от компании Tesla, модель LP1800. Это прожектор со встроенными аккумуляторами, емкость аккумуляторов 6000 мА. Давно хотел себе приобрести такой прожектор, в основном для рыбалки, для поездок на рыбалку. В вечернее и ночное время можно было комфортно подсветить зону какую-то, где мы находимся, зону ловли. И наконец-то совершилось, приобрел этот прожектор. В интернете, конечно же, перед приобретением смотрел разнообразные тесты, но на ютубе есть только один видеоролик с этим прожектором, который я нашел, где, в принципе, ничего нового и полезного я не узнал о нем, кроме того, что он, конечно, очень сильно защищен в плане противоударности и выдерживает там чуть ли не падение с пятого этажа. Но я так и не увидел, как он светит в темноте, и поэтому в этом ролике мы сделаем полный обзор этого прожектора, полные тесты в темноте и ночное время, а также проверим его время непрерывной работы. Давайте распакуем, посмотрим. Так, что у нас здесь в комплектации идет? Это провод зарядки, блок зарядки, ну и сам наш прожектор. Упакован в пупырку. Вот так вот он выглядит. С этой стороны есть USB-разъем, через который вы можете при необходимости заряжать свои гаджеты, потому что данный прожектор может выполнять роль пауэрбанка. Аккумулятор 6000 мА и, пожалуйста, можете заряжать ваши гаджеты, если есть такая необходимость. Так, посмотрим по режиму. Значит, первый режим – это максимально яркий режим, 1800 люминов, и при этом режиме аккумулятора этого прожектора хватает на 4 часа работы. Второй режим – это режим подсветки, 350 люминов, и при этом режиме, значит, он должен проработать 10 часов. Ну и третий режим – это моргающий красный режим, сигнальный, 15 часов работы. Это все мы проверим сегодня. Проверим максимальный режим, 1800 люминов, и, как заверяет производитель, дальность потока 300 метров, вот на этом режиме. Это мы проверим сегодня. Друзья, ну что, все, что успел прочитать с коробки, я вам рассказал, а теперь перейдем непосредственно к тестам. К тестам в темноте, посмотрим, как он светит на разных режимах, а в конце будет тест на время работы в максимальном первом режиме использования. Погнали! Включаем. Первый режим – самый мощный. Вот это первый режим, светит очень ярко. Я даже немножко удивлен, не ожидал такого. Светит реально очень круто. Давайте включим теперь второй режим, чуть послабже который. Ну, на камеру не знаю, как передастся, но, конечно, как ночник использовать можно. В принципе, я думаю, меня видно нормально. Да, и не так ярко слепят глаза, так как фоновая подсветка вполне. Да, вполне нормально. Третий красный режим – моргание. Я думаю, ни к чему. Так, давайте теперь пройдемся по участку. Посмотрим, как она снимает. На первом режиме. Вот. Первый режим – самый яркий. Да, свет вообще крутой. Я очень доволен. Да, нереально круто снимает. Да. Так, ну вот он, второй режим. Это у нас как бы режим подсветки. Свет намного слабже, но все же так вот, если недалеко, вблизи, то нормально все видно. Пожалуйста, все нормально видно. Так, красный. Не, ну вот этот режим – вообще бомба. Не, я очень доволен. Светит классно. Светит вообще бомба. Друзья, ну что, я все настроил. И давайте посмотрим время работы этого прожектора на первой программе. Максимальный – 1800 люменов. Должен около 4 часов проработать. Ну, посмотрим. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok